Добрый день, уважаемые участники Большого Совета Народно-Патриотических Сил России. Я приветствую вас от Компартии России и как лидер Народно-Патриотического Союза. В декабре месяце, в середине декабря я к вам обратился с открытым письмом «Время властно требует новой политики». Это обращение опубликовано в наших ведущих средствах массовой информации. Оно направлено во все комитеты и советы всех наших друзей и союзников. Сегодня здесь участвует почти 70 структур и организаций, которые в этом участвуют. Мы недавно, неделю назад, на встрече с лидером Компартии России обсудили все эти предложения и сегодня вносим на ваше широкое рассмотрение и это обращение, и обращение гражданам России, которое опубликовано в газете «Правды» четырехмиллионным тиражом. Почему возникло это обращение и что нас крайне беспокоит? Что обязывает нас максимально сложить усилия всех государственно-патриотических сил страны на фоне углубляющей системного финансо-экономического кризиса и той обстановки в стране и в мире, которые реально сложились. Надо прямо отметить, что корабль глобализации, который американская олигархия строила и формировала почти 70 лет, продолжает тонуть. Он получил большие пробоины. Мировой экономический порядок, установленный много лет тому назад, по сути дела, доживает свои последние дни. Это требует изменения, качественные изменения и нашей политики. Вы видите, что происходит в современной Америке. Америка предпочла Трампа, а не ту олигархистическую группировку, которая долго правила в Америке. Европа, Европейский Союз, по сути дела, разваливается. Англия вышла из современной Антанты. Впереди серьезные выборы во Франции и в Германии. Там сегодня бурлит политическая жизнь. Но Бундесвер уже окопался в Прибалтике. В Донбасс подвергается массированной бомбардировке нацистов-бендеровцев. Я не знаю, сколько надо должно быть убитым, для того, чтобы мы официально заявили, что это категорически недопустимо. И тем не менее продолжается молчаливая политика, которая и приводит к новой войне и невиданным жертвам. С точки зрения финансо-экономической ситуации в стране, я проанализировал итоги Гайдаровского форума, съезда Единой России, съезда ЛДФР. И должен прямо вам сказать, та политика, которую проводила Единая Россия, полностью себя изжила. За последние пять лет мы, недопаловый продукт, упал на 8%. Это самый высокий спад из всех стран мира, ниже упала только Украина. Мы недополучили почти 100 триллионов рублей. И это означает, наш бюджет сократился на 40 триллионов. То есть потеряли три годовых бюджета. Тот бюджет, который принят на ближайшие три года, не решает ни одной проблемы. Хотя наше движение и Компартия предлагала бюджет сформировать доходную часть 22-25 триллионов, и для этого был подготовлен целый пакет законов. Но все они были отвергнуты Единой России, и экономика дальше продолжает корчиться в муку. Мы все с вами готовимся к 100-летию. Одни год, 100-летию февраля. Мы готовимся к 100-летию Великого Октября. Но и должны помнить, что в следующем году исполнится 100 лет начала гражданской войны, которую развязала Антанта и Белочехи против советской власти. Мы сумели отстоять свою державу, сумели возродить ее в форме Великого Союзного Государства. В этой связи перед нами открывается более глубокий обстоятельный анализ всех трех вариантов мировой политики в прошлом веке. Советский вариант построения нового мира. Кто бы что вам не говорил, но если вы не предвзятый политик и исследователь, вы скажете честно, впервые в истории человечества за 5-6 тысяч лет была установлена советская власть, которая в цен поставила человека труда, которая захотела, чтобы человек человеку был товарищем и другом, а не волком. Впервые этот эксперимент был проведен. Да, к сожалению, ее прервали, но тем не менее он с точки зрения модернизации был самым выдающимся экспериментом в истории человечества. Ленинско-сталинская модернизация за 20 лет дала средние темпы роста в 16,4%. Во многом китайцы, проводя реформы Дэн Сяпин, опираясь на советский опыт, повторили это. Средние темпы у них за эти же годы, последние годы составили 10-12%. Был второй вариант политики, который предложил капитал, европейский капитал, в лице нацистской Германии, когда хотели установить новый порядок, стали жарить себе подобных в печах и одновременно взяли обязательство уничтожить целые народы. Был и новый курс Рузвельта, который договорился с советской страной, вместе выступил против фашизма, но, учитывая, что наша страна понесла колоссальные потери, американцы сумели подчинить доллару всю финансовую систему Запада. На каждом нашем убитом в годы войны заработали в кавычках по 200 долларов и в 45-м сосредоточили 60% золотовалютных запасов мира и продиктовали свои порядки. Как только лидеры, точнее перевертывшие предатели во главе с Горбачевым и Ельцином предали Великого Октября, так нас стали снова лихорадить один кризисом за другим. И кто бы что кому ни говорил, перед нами и последние 25-летия отраслела парламента, дефолта до нового кризиса в 2008-2009 году, из которого мы и по сей день не вылезли. Вот три варианта политики. Сейчас перед всеми стоит время большого выбора и очень серьезных действий. Выборить можно вполне осознанно. Перед нами есть уникальный опыт. С другой стороны, человечество, когда оно прорвалось в космос, советская страна первая показала пример, вдруг обнадежилось, что можно решить почти все проблемы. Хочу вам напомнить, ровно 50 лет назад в Вашингтоне собрался Всемирный форум. И там, на этом форуме, лидеры, ученые, специалисты взяли на себя обязательство к 2000 году ликвидировать бедность, болезни и все сделать для того, чтобы у каждого было жилье, а то и коттедж, решить многие проблемы. Когда собрались снова через 35 лет, под эгидой ООН, в 2000 году вдруг ахнули 10 проблем, которые стояли перед человечеством, все усугубились. Бедность обернулись целые континенты. Что касается жилья, эта проблема стала еще острее. В первую тройку ворвалась проблема экологии. Терроризм был на 9 месте. Прошло 15 лет. В прошлом году подводились новые итоги по линии ООН и ахнули. Теперь в первую тройку ворвался терроризм. Никаких перспектив в решении этих проблем капитал не дал. Даже великая наука не позволила решить социальные проблемы. Вот реальная обстановка. Мы у себя в Думе, у нас работает в Думе Нобелевского лауреата Жаря Салферов. Он прочитал за последнее время три уникальные, гениальные лекции. Советские Манхэттевские атомные проекты, которые дали две сотни новых технологий. Наука и власть. Ни одна страна не вылазила из кризиса, если тратила меньше 7% валового продукта на науку и примерно столько же на образование. И прочитал лекцию Альберт Эйнштейн. Его работа, она вышла в 1949 году. Почему социализм? Великий гений заявил, что без социализма и дальше одни будут богатеть, вторые нищать, и планету будет лихорадить один военный экономический кризис за другим. Я полагал, что к этому прислушаются. Выступал и Путин. Предложил консолидацию общества, борясь против санкций и кризиса. Выступал святейший патриарх Кирилл. Дважды блестяще выступал за ее о том, что надо взять все лучшее из Святой Руси, державной России и советской справедливости. Но сегодня нынешней России справедливостью и не пахнет. Если вы откроете официальную статистику, все, кто имел огромные капиталы в последнее время, богатели, все остальные нищали. 72 человека из 100 живет в современной России на 15 тысяч рублей в месяц и менее. Это нищее существование. Открываем программу «Единой России», Гайдаровский форум и стратегию Кудрина. Я с карандашом в руках и с лучшими специалистами самым тщательным образом проанализировал. Что предлагают они? Они предлагают тех же щей, да пожи живлей. То же самое. Дальше продаем последнюю собственность. Отказываемся от прогрессивной шкалы налогов. Не вводим госмонополию на спиртоводочную промышленность. Все делаем для того, чтобы эксплуатировать природу. Оставляем без денег реальный сектор экономики. Бросили на произвол судьбы наука и образования. И дальше вздуваем все, что связано. Затягиваем пояса для тех, кому и так плохо. Вот ничего нового, ничего абсолютно. Ничего. Меня потрясает цинизм, с которым готовится эта программа. Недвижимость вся дорожает. Вся дорожает. Коммуналка дорожает. А движимость, если у тебя даже есть машина, пожалуйста, платные те дороги, платная стоянка, платный езд в очередной двор или город, еще остальное. Ничего. Чтобы облегчило положение граждан. Результат плюс 5 миллионов нищих за прошлый год прирост. Такого не было за последние 20 лет ни разу. В этой связи нам необходимо с вами выстраивать новую политику. Наша партия предлагает программу 10 шагов достойной жизни. Орловский форум ее утвердил. Она опубликована тиражом 40 миллионов экземпляров. С ней знакомы деловые люди. Мы с огромным вниманием относимся к программе, которую предлагает Московский экономический форум. Наши товарищи участвовали в этом форуме. Там много очень полезного связано с поддержкой отечественного производства, малого-среднего бизнеса, более эффективное использование научного потенциала и многого остального. Нам крайне важно сложить сегодня потенциалы всех, кто хотел бы жить в справедливой, честной и национально ориентированной стране. Мы на общий стол кладем для обсуждения свои проекты документов. Мы подготовили закон образования для всех. Вы увидите, что он исключительно отвечает нынешним потребностям. Подготовили закон о рациональном использовании всех природных ресурсов. Подготовлен закон экологических нормативов. Подготовлена целая серия законов социальной защиты граждан. Мы хотели, чтобы все народно ориентированные силы ознакомились с предложениями Компартии. Мы готовы на равных все это вместе обсуждать для того, чтобы выстроить свою программу и сформировать команду, способную мирно и демократично вывести страну из тяжелейшего кризиса. Если посмотреть на современный мировой опыт, лучший результат у Китая под руководством Компартии 700 миллионов человек вывели из полной нищеты. Поставили задачу в ближайшие пять лет полностью преодолеть эту социальную болезнь. Если посмотреть на Европу, вы видите ситуацию, которая складывается. Я внимательно изучил и программу Трампа. Он с ней выступал в Ютасбурге, там, где закончилась гражданская война. Самое поразительное. У нас было сотни передач, которые обсосали Трампа со всех сторон. Но ничего не говорят о сути его программы. Там девять ключевых законов. Семь очень жестких мер, связанных с защитой своего производства. И шесть мер по ужесточению борьбы с коррупцией. Я бы хотел, чтобы наша партия власти хотя бы глянула, а что предлагает сегодня, тем более впереди, возможно, серьезные переговоры. Короче говоря, нам предлагают Гайдаровско-Кудринский вариант и ипотаж Жириновского. Ни то, ни другое неприемлемо ни для страны, ни для абсолютного большинства граждан. Мы считаем, что можно, сложив усилия, решить насущные проблемы. У нас есть уникальный опыт. Впереди юбилейные даты. К нам в гости приглашаем все народно-патриотические силы. Приедет более сотни партий и движений. Уже официально принято решение и началась подготовка. Пройдет целая серия крупнейших событий в Ленинграде, Санкт-Петербурге, в Москве, во многих других крупных городах и столиц. Мы считаем, что для решения насущных проблем мы можем предложить и свои кадры. Я хотел, чтобы вы присмотрелись, прислушались и с нашими кадрами провели переговоры, встречи, собеседования. Мы надеемся, что которые форумы будут проходить по линии всех структур, профсоюзных организаций, московского форума, движения, связанные с русским ладом, женским, научным и другим, учтут наши соображения. Я бы хотел в этой связи назвать ряд наших кандидатур, которые имеют большой опыт взаимодействия и подготовки совместных законов, местных всевозможных акций. У нас довольно сильная команда, связанная с научно-управленческой деятельностью. Ее возглавляет Нобелевский лауреат Алферов, который показал уникальный пример создания суперсовременного научного учреждения. Академия наук, университет, школа для самых талантливых физиков и математиков, опытное производство до конечной продукции. Я считал, что власть немедленно уцепится за этот пример. Мы проводили там целую серию встреч. И что бы вы думали? Игнорируют даже этот уникальный опыт. У нас есть специалисты, которые хорошо знают и в стране, и в Европе в этой сфере деятельности, кроме Алферова и Мельников, и Кашин, и Смолин, и Васильцов, и Швец. У нас люди с огромным опытом научной и управленческой деятельности. У нас большая команда руководителей, опытных хозяйственников, управленцев. Они в состоянии решать самые насущные задачи. Это и Романов, и Шурчанов, и Ришульский, и Харитонов, Казанков. Причем отец и сын создали самые уникальные в стране предприятия. Умариал, которая стала победителем европейского конкурса. Грудинин, Синельщиков, Богачев, Оревчев, Коломейцев, Кумин. У нас три руководителя, которые возглавляют субъекты. Левченко, Локоть, Потомский. И добились довольно внушительных, интересных результатов. У нас довольно сильная команда, которая знает хорошо проблемы безопасности. Савицкая, Камоедов, Соболев, Бенов. Целая плеяда отставных крупнейших офицеров, которые работают в нашем Совете по безопасности. У нас талантливые творцы, которые активно трудятся и готовят целый ряд культурно-массовых мероприятий. Губенко, Бортко, Баранова, Шаргунов, Прилепин, Овсянников, Дмитриенко. Мы надеемся, что они примут активное участие в подготовке знаменательных юбилейных дат. Целая плеяда партийно-государственных кадров, которые имеют уникальный опыт и уже проявили себя. Новиков, Рашкин, Афонин, Клычков, Плетнева, Калашников, Обухов, Тайсаев, Корниенко, Дорохин, Гаврилов, Ющенко, Соловьев, Остриков и целый ряд других. Мы считаем, что наша команда готова к серьезным переговорам и формированию сильного состава как на местные выборы, так и на президентские выборы. Но сегодня официально заявляю, что мы все сделаем, чтобы эти переговоры были честными, достойными, без претензий, что только мы. Мы готовы складывать усилия во имя страны со всеми талантливыми людьми. Мы активно сегодня сотрудничаем с Бабкиным, Бабуриным, Болдыревым, Прохановым, Куняевым, профсоюзными активистами, которые здесь участвуют. И мы ей благодарны, они проводят многие мероприятия вместе с нами. У нас довольно неплохие информационные возможности. Мы выпускаем газету «Правда». Иногда тираж ее доходит до 10-15 миллионов экземпляров. Советскую Россию, завтра газета «Красная линия», телестудия наша утвердилась и уже имеет эфир. Почти на 6 миллионов человек свободная пресса. Молодая гвардия активно поддерживает. Интересные совместные программы подготовлены. Народные предприятия «Дети России». Я благодарю, вчера ночью мы приняли 150 детей в сопровождении с своими воспитателями из Донбасса. Прямо из-под бомбежек привезли детей на две недели для того, чтобы отдохнули. Мы примем 10 смен в этом году. Мы проводим большую программу, связанную с детьми войны, для того, чтобы их поддержать. Но партия власти после переговора с президентом, с премьером, со всеми, вносим недавно, пятый раз закон. Он помог бы 12 миллионов детям войны. У них Гитлер отнял детство, а сейчас оставили вообще без денег. Жалкое существование. Ну, мне казалось, ну проголосуют. И тем не менее, «Единая Россия» опять засаботировала этот закон. Под него-то и нужно было всего 120-140 миллиардов рублей. Мельниченко или как его, за 400 миллионов какую-то очередную яхту, это 25 миллиардов. Абрамович еще дороже. Вот две яхты, хватило бы на детей войны. Тем не менее, продолжают абсолютно циничную, бессовестную политику. Мы с этим категорически не можем согласиться. Еще раз подчеркиваю, мы готовы к сложению усилий со всеми, кому дорога Россия, кто хотел бы жить в социально справедливой, национально ориентированной, патриотичной, умной, образованной современной стране. Поэтому я, сделав водное, вам ознакомив с нашей оценкой происходящее, хочу, чтобы в ходе сегодняшнего круглого стола мы договорились о порядке совместных действий. Мы никого не критикуем, никому не навязываем. У нас своя программа, свой устав, свой уникальный опыт. Мы максимально прислушаемся ко всем, кто заинтересован в выводе страны из кризиса. Но еще раз подчеркиваю, продолжая ту политику финансо-экономическую, которая ползет по грязной, вороватой Ельцинской и Даровской колее, выбраться из этого кризиса невозможно. Поэтому требуется совместное усилие всех ответственных государственно-патриотических сил.